Друзья, привет! Друзья, вы слышали такое выражение «запретный плод сладок»? Я его слышу очень часто в контексте употребления алкоголя, точнее запрета употребления алкоголя, продажи алкоголя, оборота алкоголя и так далее. В общем, оборота алкоголя. Как правило, его употребляют защитники оборота алкоголя и других наркотиков. В том плане, что разве можно что-то запрещать, ведь запретный плод сладок. До рождения ребенка я относился к этому как-то, ну, раз люди говорят, значит, наверное, так и есть. Хотя было у меня сомнение такое большое, но оно не было подкреплено ничем таким вот существенным, важным, наглядным. После рождения дочери я понял, о чем вообще речь. Дело в том, что ребенку маленькому, действительно, маленькому, годовалому, действительно, что-то запрещаешь. Ему это интересно, ему хочется это еще больше. И вот, видимо, недумающие люди, будучи взрослыми, до сих пор так и думают. Возможно, они просто не задумываются, возможно, не хотят задумываться. Но дело в том, что, дорогие мои любители выпить, отравиться алкоголем, запретный плод сладок не для всех. И нельзя его относить ко всему. Например, есть такой свод законов, как Уголовный кодекс Российской Федерации, где запрещены насилие, торговые наркотиками, убийства, грабеж и так далее. Вы предлагаете это запретить? Если да, вы идиоты. Подумайте, хорошо, стоит ли употреблять это выражение запретный плод сладок. Живите трезво, живите счастливо, занимайтесь бегом, будьте здоровы. Я бегу в Гурзу.